здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я хотела бы сделать видео по запросам просили меня показать как вышиваются фирменные херитажевские узкокрестики выполняю запрос я покажу вам как они вышиваются также я покажу как они выглядят на оригинальной схеме от херитаж вышивать я буду на конве и во второй части видео я покажу как эти крестики вышиваются на равномерке так как там есть тоже свои нюансы и так давайте же начнем вы видите я уже немножечко потренировалась у меня вышит один ряд простых крестиков ряд простых крестиков и чуть-чуть узкокрестиков давайте же сделаем их вместе узкокрестики бывают нескольких видов горизонтальные вертикальные смещенные также херитаж использует три четверти крестика и пяти ты давайте начнем с горизонтальных узкокрестиков чтобы его выше нам надо определиться с полем для крестика а конве это хорошо видно это четыре дырочки выводим иголку на лицо как мы обычно начинаем наш крестик затем зрительно делим область крестика пополам и вводим иголочку в середину между нитями переплетения у нас получился полу крестик узкокрестика давайте сделаем несколько посмотрите мы сделали три полу крестика узкокрестика давайте теперь закроем закрываются они стандартно таким же образом для того чтобы вышивать узкокрестики на конве потребуется не очень толстая иголка которая хорошо прокалывает канву и который будет нам удобно вышивать лучше всего иголку заводить примерно под прямым углом тогда трудности не возникнет вы видите что наш ряд узко крестиков ровно в половину меньше стандартного ряда полных крестиков давайте теперь закроем этот ряд другим цветом для этого мы также выводим в начале нашей вышивки и вышиваем по тому же принципу закрывая оставшееся место полного креста и вот на месте стандартного полного креста у нас получилось две линии узко крестиков горизонтальных узко крестиков давайте теперь рассмотрим как вышивается вертикальный узко крестик мы выводим стандартно в начало крестика нашу область зрительно делим пополам как правило вертикальные узко крестики я закрываю сразу так они получаются ровнее вот у нас получился вертикальный узко крестик давайте для наглядности закроем его зеленым цветом и сделаем наверху просто полный крест чтобы оценить масштаб наших узко крестиков вот посмотрите пожалуйста ряды двух узко крестиков равны одному полному крестику как же выглядят эти узко крестики на схеме от херитаж схема от херитаж черно-белые символьные желтым выделен обычный ряд крестиков а узко крестики выглядит вот так то есть вот это горизонтальные у нас узко крестики один цвет над ним второй и вертикальные узко крестики выглядит так слева расположен один символ справа второй символ узко крестики используется для того чтобы больше детализировать рисунок и избежать бэкстича есть наборы от джона клейтона с большим количеством узко крестиков есть меньшим там где есть какие-то строения люди узко крестиков как правильно много где изображена просто природа там узко крестиков не так сильно много какие еще бывают варианты бывают варианты когда узко крестики смещены относительно всего ряда вот посмотрите идет один ряд узко крестиков вот этот ряд смещен полных крестов относительно всей схемы и закрывается все еще одним рядом узко крестиков как они вышиваются смещаем наш крест относительно других крестиков то есть прокалываем вот таким вот образом и соответственно здесь вот так вот будет выглядеть наш крик как правило чтобы выровнять этот смещенный крестик он закрывается по бокам узкой крестина да такой крестик смещен относительно горизонтали как он вышивается точно так же смещаем его относительно стандартных крестиков вот так вот он будет выглядеть и также он скорее всего закроется чтобы восстановить схему узкой крестиками в данном случае горизонтальными но я думаю что все понятно и давайте теперь перейдем к вышивке узкокрестиков на равномерке итак мы с вами перешли на ткань равномерку я рекомендую вышивать дизайны от фермы херитаж именно на равномерке потому что все намного проще но есть один нюанс как вы видите я уже вышила один ряд полных крестиков и давайте с вами сделаем горизонтальные полу узкокрестики как вы видите здесь ничего прокалывать не приходится вышиваем просто как бы через одну нить переплетения здесь конечно вышивка идет как по маслу и намного шустрее так у нас получился ряд горизонтальный ряд узкокрестиков какая же особенность вышивки на равномерке особенность та что мы не видим область крестика если на конве мы четко видим 4 дырочки до которые нам надо которых нам надо придерживаться то здесь такого нет и если нас отвлекли или мы сами забыли мы можем начать вышивать особенно если скакать по схеме то есть вот как предполагается что вот здесь должен быть еще один ряд узкокрестиков а мы можем забыть об этом и начать вышивать полный крестик уже вот с этого места то есть тем самым сместив нашу схему то есть на вышивая на равномерке я вам очень не рекомендую скакать по схеме потому что возможно ошибки делайте пожалуйста все последовательно потому что просто обидно будет потом распускать что-либо и переделывать вот нам нужен был ряд узкокрестиков а мы с вами вышли полный крестик и тем самым нарушили схему так что именно на равномерке надо быть очень и очень внимательно собственно говоря про равномерку мне особо вам больше сказать нечего принцип тот же самый просто делается все намного проще единственное что я хотела бы заметить что у фирмы heritage если смотреть их инструкцию три четверть крестики вышиваются вот таким вот способом то есть вы видите у нас идет четко две нити посередине вот и в таком и в таком случае то есть если мы вышиваем сами три четверть крестика и потом можем закрыть четверти ночкой то фирме heritage у нас должны быть четко две вот эти вот линии давайте попробуем это сделать вот вы видите у нас получилось четкое разделение вот этой вот линии она идет как бы разграничителем как правило в heritage у нас нет бэкстича и это линия как бы и служит этим бэкстичем да и то есть такое должно быть четко разделение то есть тут одним четверть крестиком уже не закроешь не обойдешься еще одно мое такое замечание если на оригинальных схемах от heritage идет вот такое обозначение то есть в области креста расположен один значок одного цвета второй значок другого цвета то если вы вышиваете перенабору схему вас будет выглядеть немножечко по-другому узкокрестик у вас будет выглядеть вот так вот то есть два символа будет расположена горизонтально или соответственно вертикально конечно на схеме от перенабора большая наглядность мы видим что у нас получается но также посмотрите пожалуйста видите здесь получается два ряда узкокрестиков одного и того же цвета допустим в оригинальной схеме здесь находится тут самый смещенный крестик который выполняется полном в полном виде имейте пожалуйста это ввиду то что здесь именно не два ряда а один смещенный крестик ну в общем то больше замечаний у меня никаких нет я очень надеюсь что вам было все понятно если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста задавайте их но я постаралась по максимуму наглядно вам показать все на этом я заканчиваю до свидания увидимся в следующем видео